Могу ошибаться, но он должен работать. Сейчас узнаем. О, все, вроде работает. И увидел бездну, звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ. От кладези бездны. Ну что, поехали? Это, в общем, довольно специфичный хоррор. Такой, знаете, очень-очень пиксельный, олдовый и так далее. Но что-то, что-то мне в нем приглянулось. Что-то мне в нем приглянулось. Не знаю, как вам это объяснить. Музычка, вообще атмосфера. Я должен закончить начатое. Блин, даже озвучивать не хочется, потому что это за классно сделано. То, что я собираюсь сделать, мне был одобрен на Ватикан. Озвучка, типа, вот в этом плане, прям, уф. Классно же. Что-то в этом прям вот такое, прям, лу-ла-ла-ла-ла. Ватикейн, да. Абитус. Ну что, поехали начать. Глава 1, глава 2, глава 3, марафон. Хватит, глава 1. Заметки. Заметки 20. Режим, смотрим, турбо принять. Я отчетаю, что-то слишком много всего, поехали. Так, тут надо с управлением тоже. Вроде управление довольно легкое. Довольно просто. Вот мы можем трейстик фигачить. То есть, можем выйти дальше по дороге, не знаю зачем. Действительно, можем это сделать. О чем прикол? Так, окей. Можем фигачить крестик, а можем не фигачить, да? Можем фигачить крестик. Ладно, let's go. Ты уже забыл? У этого леса есть свой собственный разум. Если ты заблудишься, ты всегда можешь попытаться вспомнить, где ты был. Нажатие клавиши Escape или кнопки Start лучшее, что можешь сделать для начала. Двольно. Так. А мы можем просто сразу сесть в машину? Не можем. Но было бы забавно. Окей, давайте пойдем наверх. Что-то там сверху увидите. Что это такое? Древесина. Олень. Здравствуйте. Куда? Так, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Вы были в Альшиневе. Приходите, празднуйте, что сегодня рождение на этой Джейсона. Сбудрите в мае. Вы пройти, проведите направо. И прямо на колодце. Верните направо, на... Направо и на... Блин, что ты... Это Пой-2, да? Это Пой-2. Направо. Давайте направо повернем. Блядь. Ёбаный в рот, я что-то... Сука. Что это было нахуй? Ёбаный пиксель, я обосрался. Так, идите направо и вперед. Ага. Боб, дети и я скучаю, с каждым днем все больше. Близняшки Эми начали свой учебный год здесь дома. Ей постоянно спрашивают, когда я решат пойти в настоящую школу. Я думаю, у нее начинается каютная лихорадка. У листов нет проблем со своим времяпровождением. Вчера они пришли с руками в изменных крови. Я думаю, они ошли мертвого оленя и решили, что потрогать его. Это хорошая идея. Я думаю, что у нас... Ой, ой, ой. Блядь. Здорово, Ред Пирамид. Блядь, сука, пошел нахуй. Сучара, я только расслабляюсь, блядь, он появляется. Что это такое, блядь? Опа. Здравствуйте. Вы видели там гандона? Пошел нахуй. Доматинов находится примерно в стоярдах от Snake Meadow Hill Road. Здесь почти нет подъездных путей. Деревья растут прямо посреди гравийной дорожки, которая почти вся заросла травой. Найти дом было трудно, учитывая, что когда мы приехали, было уже темно. Отец Олред, кажется, знал, куда мы отправляться. Он просто ехал прямо, пока мы не подъехали к дому. В цвете фары я увидел старый сарай справа от тропинки. Отец Олред объяснил, что он предпочел бы провести экзорцизм далеко от дома, но мартинцы настаивали на том, что имя осталось внутри. Я не знаю, куда я иду, кстати. Вообще. Куда я иду, мужички? Опять олень? Давайте наверх пойдем. Куча олений. Пошел нахуй. Открытая лекция. Карлос был. Исторические связи к нему с твоим столом. Ладно, окей. Мне кажется, что ли у нас преследует, типа просто, периодически. Пошел нахуй. Там Дон, блядь, за оленем гонится. Бля, я что-то ссыкую этой хуйней. Я надеюсь, она до меня не движет. А что будет, если... Понял. Спасибо. Мортис. Так, это мы тыкали, да? Мортис. Я понял. Ёбаный покемон, блядь. Давайте пойдем вверх пока что. Посмотрим, что там вообще есть. Мортис. Мортис это смерть, да? На латыни, я на чем? Я, правда, не понимаю, куда мне идти. Возможно, я понимаю. Здесь на карте вроде как есть метки. Давайте за оленем пойдем. Вот куда олень бежит, туда и пойдем. Пошел на хуй. А, мы у колодца, да? Значит, нам, возможно, наверх нужно? Нам нужно наверх. Блядь, я, честно говоря, не хочу вообще никуда. Блядь. Никуда не хочу вообще идти, честно говоря. Я хочу обратно в тачку. Вы видели там какая-то фиолетовая залупа была? Вы же видели, да? Я не хочу туда идти. Но мне придется, видимо, да? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мистер и миссис Мартин встретили нас на кольце. Мистер Мартин повел нас вниз по лестнице в подвал, объяснив, что имя было там связано. Я чувствовал ему. Я сочувствовал ему. Ее голоси звучали вина и стыд. Кеми сидел в самом дали ему углу чердака в кресле. Совершенно спокойно и смотрел нас. Трудно описать выражение лица. Это был на тот взгляд, который смотрит на тебя ребенок. Где музыка, блядь? Так. Ага. Семейка, да? Блядь. Где музыка, нахуй? Дети хуруят, самое страшное, да? Так, тут есть что-нибудь? Ну, я ничего не вижу пока что. Че? Вы это видите, нахуй? У меня за спиной что-то есть, блядь. Видите, у меня за спиной что-то. Сука. Может, это тень? Конечно. Так. Где музыка, блядь? Да. 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 Ну, я стою у вас здорового, адергосельство. Можете стоять так, пожалуйста, я нервничаю, блядь. Так, что это такое? Че? Че? Че-то было? Так, окей, а... Блядь. Манекены ебаные. А, здесь были, да? Где музыка, нахуй? Там кровь. Не-не-не-не-не-не, мужики, я туда не пойду, подождите. Сука. Давайте посмотрим дверку. Что-нибудь там есть, интересно? Мы не можем пройти, да? Ну, ладно, давайте спустимся или поднимемся. Где музыка, блядь, не отригришь, что музыки нет до сих пор? На такой красношелке босфайта не ожидаешь. Босфайт? Где? Сауч. Мы не можем здесь пройти. Опа. Так. Дорогая Эми, спасибо за письмо. Оно вскрасило мой день. В своем письме это спросило самые странные вещи, что я видела как миссионер. В работе, где мы работаем, есть много народов, которые практикуют кимбамба. Это то, что можно назвать язычеством. Это смесь католической и африканской религии. Один из почитаем святых Сан-Ламуэрт и Святая Смерть. Вчера мы разговаривали с мальчиком лет 15, когда мы спросили, умолился ли он богу когда-нибудь, он сказал, нет, я молился Сан-Ламуэрт. Он сказал он о том, что однажды он, оставшись у него брата, молился в фигуру Сан-Ламуэрт и не вставляли вещи передвигаться по дому. Блин. Кимбамба. Звучит, звучит очень хайпово. Так, окей. А предыдущий Роме, может быть, что-то можно заюзать было? Например, вот этот манекен меня триггерит. Манекен. Смотрите, а вот здесь вот такая дырочка интересная, может, что-то пройдет. Он здесь проход, сам, ну ладно, окей. Что это за хуйня, блядь? Я ненавижу манекены ебаные. Так, окей, и что дальше? Родители Эми не могли долго наблюдать за обрядом. Миссис Мартин была в истерике, а то, что было внутри Эми, питалось ее страхом. Отец Олдер попросил меня отвезти Мартинов наверх. Я был физически измутан, но смог отвезти их на кухню. Время все время кричало «Мама, мама!» Другие угоревых сеют со мной на стол. Спустя несколько минут в подвале стало тихо. Хотел звонить, чтобы проверить, что все в порядке. Отец Олдер лежал на спине без сознания, широко раскинутым руками. Постуле не было. Здравствуйте. Ебаный рвот, ху-лядь. Что-то такое. Где я? Почему я здесь? Думаю, я был единственным, кто подумал, проверить чердак. Когда я поднялся сюда, там было очень холодно. Я понял, что Эми стоит сзади, смотря на меня, прямо как когда я увидел ее впервые. Мы коротко говорили, хотя бы говорил с ней. Было неприятно. Я чувствовал, что демон играет со мной. Во время нашего разговора она произвела фамилию моей матери, а остальное время я говорил на чистый латынь. Я позвал на помощь, но никто не ответил. Я понял свой растек. Она здесь, она здесь. Пошел нахуй. Тихо, тихо, тихо. Ай, ээээ. Окей. Это сложно. Тротки. Исхир. Да все, все, я понял. Так, окей, что мы должны сделать? Попадем наверх. Ага, все, хорошо. Нам нужно просто угадать, с какой она стороны. Нам просто нужно угадать, с какой она стороны. Членовредительница, ну такое. Опять тишина, это ебаная. Так, что нам нужно делать? Нам нужно спуститься? Почему здесь ебаный велосипед снизу? Это велосипед вообще? Наши действия. Так. Ага, 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 ага. До свидания. Мы не можем пройти сюда. Куда нам идти? Что нам делать? Черт возьми, она нас хатит здесь. Может зеркало посмотреть? Кстати. А может быть? Я точно помню. Она же за нами, она преследовала нас. Так. Пойдемте тогда сразу к этому вернемся. Так. Снима точно. Раз, два, три, четыре. До свидания. Я услышал, как наверху открылась дверь. Ага. Это хорошая информация. Правильная информация. Мы здесь ничего не можем сделать, да? Ну ладно, давайте пойдем тогда. А тут нельзя ничего? Что нет? Интересно. Там видели было 20 записок из 20 или что-то в этом духе. Типа нужно будет это. Что-то вот манекен снизу, у меня триггер и талия. Так, ну не эта комната, я полагаю, открыта. Так. Радуйте. Только идиот туда зайдет, поэтому тут зайдем. Церковь может связаться с тобой через несколько дней, чтобы рассказать свою версию того, что случилось со мной. Я хочу, чтобы ты узнал это от меня. Год назад я был задействован в азарцизме над Эмми Мартин. То, что они говорят об этом в газетах, неправда. Она мой покровитель, отец. Когда я столкнулся с ней, она смогла отключиться в доме, и родители с них что-то там стираются. Я должен вернуться в тот дом. Мои кошмары реальные. Они все еще ждут меня. Я еще могу ей помочь. Если я не вернусь, то знай, что я люблю тебя, мне жаль. Джон. Поехали, блядь. О май гад, что с тобой произошло, ты думаешь? Мое лицо красиво, я не хочу оставить. Я должен закончить то, что я начал. Моинь. Да не, все нормально будет. Так, вы же... А, я не могу. Так, аккуратно. Мы не можем этого фигачить, чулика. Блядь. У тебя дырка в башке. О, блядь, нихуя себе. Окей. Я думал, она сразу испарится. Я так помню, она с противоположной стороны идет. Ага, все, я понял. Скорее всего, с противоположной. Значит, слева сейчас будет, справа. Изи. Снизу. Блядь. Легко вообще. Просто легко. Сори, читабельно. Сори, но это читабельно. Ой, кто-то горит, 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 горит. А что, она там будет погибать, нет? Или мне что-то специальное нужно сделать? Женщина. Пройдите уже, пожалуйста, в бездну. Мать, ты че? Окей. Так. Я не могу ее... Ой, блядь. Вверх. Хуярим. Мортис. А, мы заново будем, да? А, окей, хорошо. Фигачу, фигачу. Ну, это даже проще, чем предыдущий, мне кажется. Наверное. Так, а еще пам-пам-пам. О, блядь. О, блядь. Я не ожидал. Четверик делает, нихуя себе. Вторая фаза пошла. Че-то не идет. Памч, памч. Памч. Горит, 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 горит. Хорошо. Вверх. Второй фазы пока нету. Мне кажется, сейчас будет. Ага. Ага. Ух, ебать. Жульничает, смотри. Так. Памч. Памч. Все, засовываем руку обратно. Что происходит? Камочка. Она просто в окно улетела. Окей. Она просто улетела в окно. Меня до сих пор смущает. Давайте проверим, кстати, окно. Мне прям интересно. Мой не окно, а выполнено, о чем я, да? Так, здесь ничего нету, да? Опять звука нет, меня триггерит, когда звука нет. Чуть такое. Игрулечки здесь. Тве кроватки. Я полагаю, здесь пара желанная. Так, выжди, мы отсюда вышли, да? Давайте вниз тогда спустимся. Я... Я ружье с одним патроном. Принцеза выстрелил. О, все нормально. Все нормально, надо. Да, бля, мужики! Так, все, все, сейчас возьмем. Все, отлично. Вот это я понял. Вот теперь я чувствую себя в безопасности. А теперь вот этот момент интересный. Так, так, так. Так, так, так. Подожди-ка. Это неспроста. Подожди, а тень есть? Нет, тени я не вижу. Но зеркало разбить можно. Не спрашивайте, почему оно все время останавливается здесь. Плохая концовка? Здорово! Что это такое? Что это такое? Что это такое? Здесь еще был один какой-то этот. Конечно. Ну, погнали. Я его так просто не оставлю, мужички. Не-не-не-не-не-не. Я его просто так не оставлю. Можно будет посмотреть еще что-нибудь на месте этой, как его. Спасибо, что каждый раз говорит мне, сколько там пуль. Можно было побольше пуль, кстати, запихнуть, мне кажется. Можно будет гандона застрелить, который на нас это лазит. Потому что крест как-то, конечно, помогает, но... Айган и жмонгулит был бы намного парфул. Поверфуля. Что, погнали? А если отойдем подальше? Звуки, конечно, он сдает божественные. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Уважаемый доктор Макглашан. Пошло 30 дней с начала моего лечения в Ельской психиатрической клинике. Доктор Шпинель, который был мне терпелив ко мне, помог мне решить мои проблемы и найти способ двигаться дальше, а также принять истину. С помощью доктора я осознал, что все-таки произошло в семейной резиденции Мартинов в сентябре. Я понял, что произошедшее там не было каким-либо сверхъестественным явлением. Скорее всего, были действия девушки, доведенные до такого состояния собственными догматическими родителями и старыми церковными обрядами, которые якобы изгоняют демонов. Также сад. Также рад сообщить, что после принятия истины мои кошмары прекратились, и теперь я ослаждаюсь душевным спокойствием, которого я не чувствовал сначала инцидентно. Учитывая мои успехи с момента приезда сюда, я с уважением прошу моего восподжения из Ельской психиатрической клиники при условии, что я буду посещать доктора Шпиня Шниппеля. Искрин Джон Ворд. Фикс, я уже здесь. Чего мы все записки забрали? Все, мы больше туда не попадем, да, я полагаю? Делаю предположение, что мы больше туда не попадем. Мы больше ничего не можем, да, осветить здесь? Еще очень интересно, что вот за той дверью. Я делаю предположение, что мы не узнаем, да. Подождите, а вот помните, там был проход интересный? Там был проход интересный, когда... Место этого освещения. Там можно толкать предметы, было или нет? Вот, тоже интересно, как он. Давайте посмотрим внимательно. Раньше этих предметов здесь не было, здесь какие-то игрушки и прочих уйти. Сверху. Здравствуйте. Куб, должно быть, находится где-то на Ближнем Востоке, потому что он прислал эту странную куклу на дне рождения. Я спрошу вам... Ага. Какая-то стрёмная. Уточка. Я больше не чувствую себя в безопасности, собственно. Ночью я слышу голоса снаружи вокруг дома. Я не разрешаю близнецам играть в лесу, потому что я боюсь того, что там находится. Сам дом кажется напряженным. Искаженным. Странно. Как будто я нахожусь в комнате смеха. Здесь все, что светится, плюс-минус, можно зафигачить, я полагаю. Так, подожди, а мы по кругу ходили. Мы не сможем. Слушай, а я что-то упустил, там же был это фигня. Не показалось ли, вот эти штуки игрушечные двигались? Я не вижу возможности что-то светить. Карту ничего. Все, это тут. Ладно, окей, сверху была эта подруга, поэтому мы ничего. Ну-ка. Нет, нет. Ну что, он светится немножечко. Окей, окей, окей. А это выход, да? Да, блядь, мушик. Сука. Я нажимаю пробел, чтобы отменить и просто gun with one bullet обсирается. Вот. Этот проходик был, так, вот эту штучку мы осветили, и вот эту... Штучку мы тоже осветили. Давайте посмотрим внизу кое-что. В карточке. Почему я это хотел сделать? Потому что вот этот вот кусочек локации здесь очень мне интересен. Окей. Сатеральную машину никак не осветить, к сожалению. Сосочка здесь тоже осталась. Стенечки-хуенчики. Я ничего не могу здесь осветить, да? Вот, я хотел... Я могу подвинуть эту штуку. Нет, не могу. Еще никак не могу. Ну ладно. Да давайте вернемся. А, мы не можем вбок. Давайте тогда вернемся. Возьмем пистолеты, и я не знаю, что мы сейчас будем делать. Мы будем жестко хантить, хуй пойми шо. Хуй пойми шо будем хантить. Не, что знаешь, как я все спешно, что поделать. У нас такой ворк, как говорится. У нас такой ебаный ворк. Не знаю, зачем, но давайте. Погнали, мужички. Так, если мы шли наверх, то давайте пойдем. Ой. Ну и похуй. Ну, по-линию убить не надо. Зачем? Зачем мне убивать оленину? Давайте пока просто так пройдемся. А где этот мужик? А где музыка? Меня триггерит, то что музыки нет. У меня это очень сильно напрягает. Окей, дом сверху. Нам, наверное, либо влево-вверх, либо в право-вверх. Зачем тебе еще гамм визуально? Я не знаю. Опа. Ну, это мы уже, это, да? Очистили. Вот олень бежит туда, так что давайте тоже туда пойдем. Я правильно же иду? Там снизу еще дерево показали, я даже не понимаю. О! О! Я что-то не понял, я... Я упустил что-то? Дорога. Я же его освещал. А может на него и нужно потратить эту штуку? Может на него и нужно потратить эту штуку? Потому что я не мог его осветить. Давайте спро пойдем влево туда, потому что та точка интересная смотрелась. Можно оленья попробовать выстрелить, то я не понимаю, в чем прикол. Можно оленья выстрелить? Давайте, если оленью встретим, выстрелим в оленя. Я не знаю, почему... Почему оружие появляется в доме, и я такой, блин, было бы прикольно выстрелить в оленя. Мне кажется, это не очень идея, темащик. Ну ладно. Мне кажется, где-то в этой идее присутствует подвох. А еще мне кажется, эта локация очень сильно похожа на предыдущую. Вот это дерево подозрительно выглядит, да? На фоне всех остальных. Куда я иду, мужик? Где все олени? Вот именно, я тоже не понимаю. О! Что это такое? Ладно, давайте на дорогу пойдем по ухрену. Может быть, застрелим этого чудища и просто свалим? О! Я сейчас должен слева прийти. Лох. Скажу я, господи, заступник мое, приближище мое. Что, все? Герой Гламенс. Мой бог, не уповарь ее на него. Я не боюсь ни страха ночного. Ты еще в этих игре ходишь? Блин, это зубчик, это балдеж. Избавит меня и укроет. Возвожу к нему и он услышит меня. Я могу объяснить, что произошло в этом доме. Могу только видеть то, что все сделал правильно. Все, изи. Мы сделали все правильно. Танцовка 5 из 5. Там другие были? Полиция, звуки, следует Чупакабру. Останки найдены далеко от стерлинга. И стройка вращается за помощью к местным экспертам по животным из ракетика Коннектикнула. После обнаружения останков не опознанно животом далеко от города Стерлинга. Останки существа, которые некоторые жители называют Чупакабру. Были обнаружены на основе к этому. Ишенство. Бывают на bogus. Новый фон разблокирована, новый эффект заблокирован. Новый режим успех заблокирован. Так еще. Включение, настройки, настройки. Допустим, первая глава. Ааа, заметки-то 15 из 20. Хубаны, нацрал. Наковато. Там еще другие концовки были. А где еще? Олень? Давай олень попробуем. Ну, концовка? Так. Давай. Пока вопрос в том, где эти олени. Почему я вообще должен хотеть убивать оленя? Вот еще вопрос. Тоже такой интересный. Знаешь? Найти бы этого оленя еще. Ты кто, мужик? Мужик, ты кто? О! Здорово! Пизи? Пизи-пизи? А мужика можно было осветить, интересно? Я не могу даже в крыльцо зайти. Так. Блин, карта, конечно, мое почтение. Ни хрена не видно. Ну, слушай, подожди, мы убили ее. Будет что-нибудь. А вот и олень, кстати. Он снизу был. Ну, в следующий раз давай попробуем тоже оленя. Вот. Мы знаем, по крайней мере, где он находится. По крайней мере, мы знаем, где он находится. Нужно пойти вниз. И вправо. Блин, охренеть, какой путь нужно преодолеть. Это, конечно, мое почтение. Мы сейчас на дорогу тогда выйдем. Слушай, а если я... Нету мужика. Так. В смысле, мы же убили подругу, которая там это была... Под этим нет? Убийца! Еще оленя, еще тень и оленя. Тень, да? Интересно. Подожди, убийца. Почему убийца? Мы же ее очистили, жилье. Жители Нью-Йорка взяли под сражу после признания убийства девушки из Терлин, которая числилась пропавшей. Джуд Ворд из Пальмера была остановлена на Snake Meadow Hill Road прошлой ночью. После того, как патрульный сообщил выстрел к офицеру, подумал, что это могли быть браконьеры. Офицер спешил в городе. Все возбужденно, подозрительно. После того, как его остановили. Напомню, сообщает, я убил ее. Главное полицейскому отчету, офицер спросил подкрепление. После того, как вертопал в панику, повторяю, что демо внутри у нее. После неположительного поиска полица убран в телом в лесу, рядом с заброшенным домом Сергей Мартин. В исполнении устремленного оружия имя обнаружено травм, свидетельчиво о том, что ее выбросили из окна второго этажа дома. Офицер, который помогал узнать его, рассказал в жилье, что с улицами было очень сильно изуродовано. Надежда, когда его остановили, предлагается, что он выдал себя за священника, чтобы вызывать доверие жертвы, поскольку католическое духовенство и займут его, что ворк не был. У-у-у, это интересно. Слушай, давай еще посмотрим, что. Давайте оленя, да? Блин, меня вот эти заметки интересуют очень сильно. Хочу найти еще пять, помогите найти пять. Давайте мужика выстрелим. Может быть, одна из концовок это просто зайти и уйти отсюда, типа понял? Просто, типа, нифига себе. Это как? Почему здесь дорога? Прочешь там серый мужик, олени, лиса. Ага, лиса. О, поехали. Пизя. Так. А заметочки есть еще какие-нибудь где-нибудь? Мне нужна подсказка. Так, мне нужно тачку найти еще заодно. А тачка была слева или справа, я не помню. По-моему, она была наброт слева. Ладно, давайте право пройдем, посмотрим. Мне кажется, мужики... О, ебать, окей. И мы садимся? Мы просто завалили олени, садимся. Серьезно? Позвалили олени садиться? Так. Че за хуйня? Олени не очень довольны? Он встал на две ноги и напал. Что? Блядь, что-то тут олени с приколом каким-то нахрен в попку. Сегодня утром на дороге Блиц-Стрех вам нужно место автопобильной аварии. Я также человек все, личность которого до сих пор не установлена. Прекомментировал, что тело похоже оттащили на несколько ярдов от машины в Глупеса после того, как оно было выброшено через лобовое стекло автомобиля. Также было отмечено, что тело искалечено до неузнаваемости. Следовательно считаю, что это вероятна работа койотов. Субтитры делал DimaTorzok О, окей. Ладно, давайте следующее еще. Серый мужик, олень и леса. Леса? А леса-то как там? А чем является серый мужик? Красное пито? А что с ним нужно сделать? Это там, да, я понял. Ладно, давайте еще разочек. Давайте мужичка грохнем. Посмотрим, что будет и все. Я как-то это будет... Долго это все длится. Я уже хочу у второго. Только тут как-то проходы очень странно работают. То есть можно влево-вправо ходить. Так это мы не делаем, да? Странно, что красное пятно, я в красное пятно не стрелял. Так вот, по идее, повыше нужно. Смирается, как он оружие держит. Аккуратненько сейчас обойдем. Изи-бизи. Что нам это дало, не знаю, но погнали. Подожди, вот это пятно, кстати, можно? Окей. Блин, дорога не прокнула, жалко. Ну ладно. Так, окей, мы грохнули мужика. Мне кажется, это... Не стоило этого делать, да? Второй пупсик. Я... Я просто сделал выстрел по этой штуке, и он на двух ногах набил... Ёбаный рот, ты его нахрен. Охотись после этого, давайте. Так. Это тот монстр, он к нам в тачку залез. Подожди, мы убили мужика, а почему он у нас в тачке оказался? А в обычной ситуации он просто нападает на нас слева. Но если мы убиваем мужика, то он не нападает. Возможно, это важный персонаж, я хз даже. Уважаемый кардинал Геффорд. Или позволить ему увидеться. Тьма внутри него не только поражает его душу, но и вызывает ужасное напряжение в его теле. Чтобы никто не мог верно отправить понять, что я имею в виду, прикладываю фотографии Юного Малакова во время одного из ваших сеансов. Фотография. Спасибо, что не показали. Я не очень хочу видеть фотографию Майкла. Ладно, окей, поехали. Давайте, глава 2. Спасибо.